Подопечные Игоря Осенькина ехали в Домодедово, чтобы реабилитироваться за ничью с Балтикой перед своими болельщиками, но новичок футбольной национальной лиги явно не планировал уступать самарцам. На 10-й минуте это доказал защитник Велеса Павел Котов. Он поразил ворота Евгения Фролова эффектным дальним ударом. После перерыва хозяева поля упрочили преимущество. Гол на свой счет записал Артем Максименко. На 62-й минуте за второе предупреждение судья удалил капитана Крыльев Александра Гацкана. В меньшинстве волжане пропустили еще. Павел Котов оформил дубль. Самарцы размочили счет лишь в концовке встречи. Егор Галенков переиграл голкипера Велеса и установил итоговый счет на табло. 3-1. Вот пока мы еще, не знаю, как-то еще не заставили футбольного бога быть с нами. Не попросили, будем так говорить. После досадного поражения капитан Крыльев Советов Александр Гацкан нашел в себе силы и извинился перед болельщиками за результат. От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувство болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна. На это требуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом нам нужно прибавить. После второго тура Крылья Советов опустились на дно турнирной таблицы и занимают 18 место из 22. Исправить ситуацию можно уже в среду, 12 августа. Волжане померятся силами с Хабаровским СКА на Самара-арене. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Анатолий Головко, События.